Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака. И мы приготовим очень вкусную закуску из баклажанов. Что для этого понадобится? 4 баклажана, 2 репчатые луковицы, 1 горькая перчина, 5 среднего размера болгарских перчин, 1 морковка, 3-4 зубка чеснока, я заранее выдавила их, пучок зелени, у меня кинза, вы можете взять зелень, любую на свое усмотрение. А также нам понадобится томат или 3 помидора. Я заранее пюрировала 3 помидора. И также соль и специи на свой вкус. Приступим к приготовлению. Все овощи режем, я нарезаю обычно соломкой. Хочу сказать по поводу баклажанов. Баклажаны я заранее не замачиваю, потому как уже идут сорта, которые не горькие. Но тогда, когда мы их будем нарезать, их обязательно нужно очистить кожуру не всю, а полосками. Вот так. Вот такими полосочками. И также нарезаем, как и морковь. Все овощи я порезала. Теперь нужно овощи обжарить в сковородке на растительном масле. Обжариваю я, не разделяя, все вместе сразу в большой сковородке с толстым дном. Добавляю немножечко растительное масло. После того, как овощи обжарены, я добавляю соль, специи и томат. Перемешиваю и накрываю крышкой. Минут 15 надо протушить. Прошло 15 минут томления под крышкой. И блюдо готово. Перекладываем его в подходящее блюдо. Добавляем выдавленный чеснок. Зелень. И перемешиваем. Обязательно зелень и чеснок я добавляю в горячее блюдо. Тогда чеснок отдаст весь аромат, всю свою остроту, так же как и кинза. Наше блюдо готово. Я еще посыпаю сверху немножечко кунжутом. Вот такое блюдо у нас получилось. Попробуйте приготовить и вы. Я думаю вам очень понравится. Приглашаю на мой канал в ютубе. Подписывайтесь. И вы всегда будете видеть мои новые видеорецепты. Я всем вам буду очень рада. Здоровья вам и вашим близким. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...